Ну что же, всем привет, доброе утро, добрый вечер, добрый день. Мы рады вас приветствовать, дорогие зрители, слушатели и читатели портала Рустава.нет. Это передача «Кто вам платит?» Моего ведущие, меня зовут Эрика Сашкевич, со мной студия Вадим Родионов. Привет, Вадим! Да, привет, привет. И мы уже по какой-то такой доброй традиции продолжаем разговаривать с великими умами Латвии, с нашими заметными, знаменитыми, выдающимися учеными, которыми богата наша страна. Давайте поговорим о квантовых алгоритмах и квантовых компьютерах. И не только. И сегодня у нас в студии математик, профессор, профессор факультета информатики Латвийского университета, член Латвийской академии наук. Барабанная дробь, прямо хочется сказать, Андрис Амбайнис у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Когда говорят о том, что Латвия лидер по разработке алгоритмов в квантовых компьютерах, получается, что мы действительно в этом смысле лидирующая страна в мире? Ну, в мире это, наверное, сильно говорить, но я бы сказал, что мы одна из примерно трех-четырех лидирующих стран в Европе. И это во многом благодаря заслуге вас и вашей группы? Да. 25% алгоритмов квантовых компьютеров принадлежит вам разработке? Ну, 10%, 25% там трудно просчитывать. Ну, в последние годы появилось очень много других алгоритмов. Ну, я бы сказал, что 10% определенно. Что такое алгоритм для квантового компьютера? Ну, алгоритм — это метод вычисления на квантовых компьютерах. То есть, как мы можем заставить квантовый компьютер делать что-то полезное. Потому что квантовые состояния не функционируют по другим правилам, как обычный компьютер, но та трудная вещь — это заставить их делать что-то полезное. Можно просто делать как бы случайные последовательности квантовых трансформаций. Это было что-то, что очень трудно смоделировать на обыкновенном компьютере, но это, по сути, бесполезно. Это какой-то квантовый хаос. И вот то, чем мы занимаемся, мы находим, как сделать с квантовым компьютером что-то полезное. Как сделать метод, как вести поиск одинаковых чисел в памяти компьютера или еще что-то. Как вот сложить эти квантовые трансформации вместе, чтобы получился какой-то полезный результат, и чтобы он получился быстрее или лучше, чем на обычном компьютере. Но ведь говорят о том, что когда квантовые компьютеры станут обыденностью, можно будет забыть о всех системах защиты, которые существуют в банках, различные шифровальные, они будут взломаны просто на раз-два. Это так? Ну да, в первом приближении да. То есть сегодняшнее поколение шифров будет сломано. Ее придется заменить новым поколением шифров. Может быть квантовым, может быть тем, что называют пост-квантум или квантум-сейв. Это шифры, с которыми можно шифровать на обычном компьютере, на который невозможно сломать на квантовых. Такие шифры, кажется, существуют. Но вот будет квантовый компьютер, придется вот все эти компьютерные программы, которые занимаются шифрованием и надежной передачей данных, их придется заменить. Получается, что первая страна, которая получит квантовый компьютер такого уровня, она будет знать все? Ну, по сущности, да. Потому что шифрование, оно вот держится на небольшом количестве шифровых систем, и вот это небольшое количество будет взломано. Но это можно сравнить с тем, когда Тюринг в свое время разрабатывал систему, чтобы взломать Энигму, что сегодня квантовый компьютер и что-то подобное будет совершено, как прорыв Тюринга тогда в свое время? Ну, в каком-то, да, но это, да, кстати, но это не совсем прорыв Тюринга. Перед Тюрингом были польские шифроаналитики. Вот Тюринг был лидером команды, который разрабатывал дальше то, что сделали поляки. Вот я был в конференции в Познании, вот там есть музей Энигмы, и там рассказывается этот рассказ, как поляки получили Энигму, и вот как их аналитики изобрели методы, которым взломать Энигму. И, по сущности, все фундаментальные методы у поляков были, но немцы начали делать Энигму сложнее и сложнее, там добавлять еще роторы, и к Польше приближалась немецкая армия. Это вот в 1939 году они передали все, все, что они сделали Тюрингу, и вот Тюринг, по сущности, сделал то же самое, что поляки, только у поляков была команда с десяти человек, и вот Тюринг делал, у Тюринга была команда с тысяч человек и гораздо более мощным ресурсом. Эти все идеи были, кстати, у поляков. Вот они такие забытые герои, о которых никто вне Польши не знает. А вот легко ли в науке стать забытым героем, вот так, что то, что вы разработали, потом кто-то, не знаю, какая-нибудь компания, условный Apple берет, скажем, лучший маркетинг, и, соответственно, создается миф такой. Есть такая угроза для ученых? Ну, она иногда бывает. Вот тут научная слава найдет больше там, куда она есть, где она есть. Если одно и то же самое открытие будет сделано в Беркли и в Вильнюсе, то славу получит тот, кто сидит в Беркли. Ну, я тут говорю о недавней Нобелевской премии по медицине или биологии. Это Дженнифер Даудна, то, что про редактирование генома? Да, это Дженнифер Даудна. И вот был литовец, который, по сути дела, сделал то же самое одновременно. Он даже статью написал первым. Вот литовцы статью не приняли. Дженнифер Даудна из Беркли приняли сразу. И вот открытие стало знаменитым с ее именем. Об этом, кстати, Исаак Айзенсок пишет в биографии «Взломавшая код». Он отмечает как раз роль литовского ученого, который остался за бортом, по сути. Да, ну такие истории бывают. В квантовых вычислениях тоже есть такая история. В общем, идея о квантовых вычислениях, она была первоначально такой научной авантюрой. Вот она пришла в голову двум ученым. Один Ричард Фейнман, это то, о чем мы знаем. Другой был российский математик Юрий Манин. Ну и идея знаменита с именем Фейнман. И то, что Манин тоже что-то писал. Но это люди потом открыли книгу Манин. После того, как квантовые вычисления стали знаменитыми, посмотрели. Да, тут, кстати, тоже есть. И кто был раньше. Ну и я хочу еще просто по поводу ваших алгоритмов. Я знаю, что у вас есть история, когда вы ехали в троллейбусе, и как раз к вам пришла идея. И вас даже спрашивали в интервью, что вы тогда испытали, кричали ли вы Эврик, вы сказали, я улыбнулся. Вы тогда делали фундаментальное открытие в квантовых вычислениях, я правильно понимаю? Ну да, я изобрел метод, как разделить две меры сложности, как показать, что квантовый алгоритм могут быть лучше традиционных. У квантовых алгоритмов есть такое свойство, что, как правило, квантовые алгоритмы, они вероятностные, они могут выдать неправильный ответ с какой-то небольшой возможности. Вот была такая научная проблема придумать квантовый алгоритм, который лучше традиционных, и который абсолютно всегда выдает правильный ответ. И вот эта проблема была известна, и вот очень долгое время не было никакого прогресса. Вот я там начал ее разбирать в семинаре нашего университета, мы говорили о возможных подходах, какие-то идеи у меня в фоне было, но Эврик пришел в троллейбус. А какой маршрут это был? Это между какими районами Рижскими? Ну, это был где-то на воздушном мосту, наверное, 17-й троллейбус, что-то от той стороны железной дороги к центру. То есть вы ехали, там сидели люди, и вы делали фундаментальное открытие в мировой науке прямо в этом троллейбусе? Ну да, я делал другое фундаментальное открытие в автобусе от Риги до Пляменис, когда там еще жили мои родители. А там что за открытие было? Ну, я придумал один из тех алгоритмов, в котором я наиболее знаменит. То есть метод поиска данных, используя квантовый компьютер. Вот пришла идея. Ну вот, автобус было темно, был какой-то темный вечер, наверное, зимний. Ну так, в автобусе не было ничего делать. Ну вот я так медленно о чем-то думал, и да, пришло. А что, если делать так? Тогда, наверное, тогда может что-то получиться. И вот то интересное, что я, по сути дела, я думал о какой-то другой научной проблеме. И то, что я придумал, это даже не было алгоритмом. Это было каким-то очень грубым приближением алгоритма для другой проблемы. Потом вот пришла эта идея. Ну, я потом начал ее разрабатывать. И на месяц или два ее разрабатывал дальше. То есть из этой идеи делал что-то математически точное. Вы это как-то патентуете, вот эти идеи, чтобы вот Андрис Амбенис, автор этого алгоритма, или автор, как-то нужно подать документы в европейское патентное бюро, в американское, в латвийское? Ну, я никогда не делал. Теперь квантовые вычисления, они становятся ближе к практике. Появляется квантовый компьютер, на который эти алгоритмы возможно реализовывать. Ну, наверное, в следующий раз, когда что-то такое придет в голову, я буду патентовать. Например, тот алгоритм, о котором я рассказывал, ну, я его изобрел в 2003 году. Срок патента — это 17 лет. То есть на этот момент бы патент уже кончился, и я бы еще ничего не получил по этому патенту. Так что в 2003 патентовать не было смысла. А чтобы это было все-таки записано как ваше изобретение, ну, чтобы просто, ну, может, это банально звучит, но войти в историю. Вот Андрис Амбенис, алгоритм, который потом изменит все, может быть, через 50-100 лет будут говорить, этот компьютер построен на основе идеи. Нет, ну, алгоритм опубликован. Я написал научную статью, это научная статья опубликована, вот научный мир эту статью знает. Она процитирована другим ученым примерно тысячу раз. Ну, в научном обществе это мой алгоритм. Имя в историю записано. А вот прозвучали, да, такие, что Эврика может произойти в совершенно неожиданном месте, в троллейбусе, в автобусе, в общественном транспорте. Просто пришла в голову вот эта идея и родилась. А до этого мы начали с того, что Латвия входит, ну, Вадим сказал, там, передовая страна мира. Вы уточнили, что в 3-4 лучших стран Европы в этой нише. И вот у меня такой вопрос. Это такая случайность, как и вот Эврика, которая случайно произошла. Это масштаб вашей личности, и Латвии так повезло, что здесь есть такой Андрис Амбайнис, который сделал Латвию в этой тройке, давайте в тройке стран. Или у нас были какие-то предпосылки, мы создали какие-то условия, мы о чем-то подумали, чтобы это стало возможным. Ну, по существенности, были вещи, которые это сделали возможные, но у меня были очень хорошие учителя в науке, и вот это в какой-то мере их заслуга, что я пришел к квантовым вычислениям, и я работаю. Хорошие ученые, они не появляются на пустом месте, им нужен кто-то, кто им помогает пробиться. Вот, ну, я начинал в Давгавпилсе, в Давгавпилской 12-й средней школе, которая уже не существует под этим названием. Ну, был профессор Анджанс в Латвийском университете, который организовал математические олимпиады, вел математические кружки, я ехал в Ригу к нему, и он, я очень много чем обязан ему, и это именно ему, а не какой-то не образовательной системы, а именно ему, вот, человеку, который делал что-то, что система от него не требовала, человек, который проводил свое свободное время, организовывая олимпиады, который отдавал все свое сердце. И вот он мне очень помог развить мои математические способности уже во время средней школы. И потом он привел меня к другому профессору, у которого он когда-то писал диссертацию, Русинш, Мартинш, Фрейвальд. И вот Фрейвальд меня повел через следующие шаги. Вот он мне помог поступить в аспирантуру в Беркли, вот один из ведущих университетов мира. Вот без этих двух людей, их энтузиазм и... Ничего бы не было. Но смотрите, как второй человек уже, мы вот с Вячеславом Кощеевым тоже говорили в прошлом нашем эфире, и он тоже сказал, что очень важны вот эти проводники учителя, это проводники твои в науку, и насколько вот у тебя проводник с горящими глазами тебя туда ведет, настолько, в принципе, и это очень важна эта позиция. И с Вячеславом мы немножко подискутировали как раз-таки об учителях, вот сейчас, когда мы записываем эфир, очень такая тема, которая будоражит медиа и социальные сети, это открытое письмо, где учителя математики в открытом письме бьют тревогу и говорят «Школа 2030 фундаментально делает что-то не так, верните нам, пожалуйста, старый подход к образованию, потому что мы идем не в верном направлении, огромная пропасть между учениками и университетами, что-то мы сделали неправильно». Вячеслав выступил с позицией, что тяжелый переходный период, идея классная, реализация может быть не очень, но заложены там правильные идеи, и надо просто их переработать, принять и услышать друг друга. Вы какой точки зрения придерживаетесь? Что происходит с этой математикой и «Школой 2030»? Ну, я бы скорее согласился с учителями первой гимназии. По-моему, тут столкновение нескольких взглядов на то, что нужно учить в школе. На самом деле есть различные цели школьного образования. Одна цель школьного образования – дать какие-то математические знания для каждого дня каждому ученику. Вторая цель школы – достаточно подготовить тех 10, 20 или 30% учеников, которые пойдут учиться точной науки. И тут я думаю не только о будущих ученых, но и о будущих программистах, будущих инженеров. И вот тут есть такое столкновение. Что делать? Учить то, что нужно для каждого дня, или учить то абстрактное мышление, которое 10, 20, 30% понадобится в университете? Вот я думаю, я бы прочел это письмо учителей первой гимназии в таком смысле, что они волнуются, что из этой математики, которая создаёт базис для университета, осталось в программе слишком мало. или для этого осталось слишком мало времени в программе. И у меня… Ну, я сам не учу в школе, я не знаю, но я волнуюсь тем же самым, что вот это абстрактное мышление недостаточно развивается в школе, и времени ему для него в школе оставляет меньше и меньше. А нет ли ощущения, что когда, скажем, жертвуют абстрактным развитием абстрактного мышления, это как с фундаментальной наукой, потому что приходится иногда слушать такую точку зрения. Зачем нам фундаментальная наука, если у неё нет прикладного значения? Но там можно сразу сказать, ну, ребята, не было бы теории относительности, не было бы GPS. Но, соответственно, нужно вот как раз эти элементы включать. Нет такого ощущения, что вот нужно то-то, что вот конкретно мы можем сейчас применить? Ну, там, ребёнок может применить. Ну, да, ну, есть такое чувство, что вот это очень сильно диктует программу. С абстрактным, ну, там легко саргументировать, почему это нужно. А с абстрактным мышлением там труднее саргументировать, но вот это, в общем, а почему нужна такая конструкция, чтобы решать уравнение? Можно же дать компьютеру решить это уравнение. Спросить у Google. Да, ну, в общем, мой ответ, ну, допустим, ученик начнётся учиться программистом. Программирование — это манипуляция символами, так же, как алгебра — это манипуляция символов. Если он в школьной алгебре привыкнет манипулировать символ, то он сможет стать программистом, иначе ему будет труднее. И вот этот смысл. В общем, и даже не важно, какое точное уравнение он научится в алгебре, но важно, что он пройдёт через какую-то тренировку абстрактного мышления на таком уровне. Я же, вот ты тоже сказала, бытует мнение про фундаментальные науки, что надо сразу переходить к чему-то прикладному. Но бытует точно такое же мнение, что фундаментальную науку — это очень дорого, и это могут себе позволить столько большие передовые страны. А, допустим, маленьким странам, ну, какой Латвия всё-таки является, надо фокусироваться на чём-то более прикладном. Какую вы занимаете позицию в этой дискуссии? Вы согласны, не согласны? Ну, я бы сказал, что на 25% согласен, на 75% нет. Тематик. Да, ну, 25% с чем я согласен, но свой церн мы тут не построим, у нас нет ресурсов. Наверное, свой квантовый компьютер мы тоже не построим. Есть предприятия в Западной Европе, в Соединённых Штатах, которые в строении квантового компьютера уже сейчас инвестируют, там, суммы порядка 200 или 500 миллионов. Это тоже за нашими... Как Южный мост у нас. Границами, да. Даже чуть больше. Да, ну, наверное, деньги можно найти, но тогда вопрос, как в одной стране построить коллектив учёных, состоящий из 100 людей очень высокого уровня, с очень... с правильными компетенциями. То есть, ну, фундаментальный наук есть большие проекты, которые действительно Латвия не подтянет. И потом есть темы поменьше, где Латвия может потянуть. Вот если мы возьмём большие фундаментальные открытия математик последних лет, те, за которые дают филдсовскую медаль, но это всё равно вещи, которые сделаны одним, двумя, трёмя учёными. Так что это то, что мы можем, кстати. Фундаментальная математика или другие вещи, которые на неё похожи, это то, что мы, в принципе, можем. Ну, то же самое в квантовых вычислениях. Эта математика, она немножко более прикладная, она не чисто фундаментальная, она прикладная, с горизонтом применения 20-30 лет. Ну, там... То есть ощутимо, 20-30 лет. Но горизонт применения 20-30 лет, это то есть через 20 лет что-то с этим можно будет сделать, переводя на понятный язык. А насколько наши политики вообще рука об руку взаимодействуют с научным миром? Вот здесь у нас в студии уже не первый гость, светлый ум, очень идейный, понимающий, верющий в своё детище. У нас вообще есть диалог между научным сообществом и политиками в то, где наши сильные стороны, где наши перспективы, что надо поддержать, чтобы потом от этого была выгода. Ну, и государству, не только в плане патриотизма, вот Латвия сделала то-то и то-то, но и какие-то вполне себе потом прикладные результаты, результаты, поддержав вовремя, правильно, точечно науку. Есть диалог? Есть понимание? Или это два разных мира? Мы говорим, мы пытаемся найти понимание. Латвия маленькое государство, в нём все говорят со всеми. Ну, трудная вещь, да. У каждого учёного есть свой взгляд на вещи, у каждого политика тоже есть свой взгляд на вещи. Ну, прийти к какому-то совместному взгляду, это трудно по сущности. Ну, я бы хотел, чтобы Латвия больше была бы способна найти какие-то научные приоритеты. Сейчас у нас жизнь по принципу, ну, поддерживаем всех, пишем правила, проводим открытые конкурсы без какого-то преимущества к какому-то одному научному направлению. Таких приоритетных направлений у нас по сущности нет. Я думаю, что нужно о них думать. Мы как будто бы стараемся, но, с другой стороны, может быть, это такое стратегическое мышление, что мы всем даём одинаковые шансы, может быть, как бы, знаете, в разные корзинки положить эти риски, снизить что-то до выстреления. Вы выступаете, что надо сфокусироваться на чём-то и туда точечно бить. Ну, нужно делать обе стратегии, в общем-то. Обе вещи важны. То есть 10 лет назад я бы стопроцентно поддерживал вот это. Нужно дать шанс всем, пусть лучшие получают деньги, пусть что-то выстрелят. Сейчас я начинаю думать о том, что нужно как-то фокусироваться, нужно как-то фокусироваться. Есть вот выбор, что мы должны поддерживать. Должны ли мы поддерживать больше физику или биомедицину или IT? Ну, вот, если мы не фокусируемся, то мы живём по научным приоритетам, которые у нас всегда были. И на чём основываются эти научные приоритеты, они основываются на хозяйственных приоритетах того времени, когда постраивалась наша наука. То есть если мы ничего не приоритизируем, то мы в какой-то мере продолжаем жить по очень старым приоритетам. То есть получается, что это как в астрономии. Когда ты смотришь на звезду, ты видишь её не в текущем моменте, а в тот момент, когда до тебя дошёл свет. То есть ты видишь прошлое. Так и у нас получается, что мы смотрим на прошлое сейчас в политике. Вот это у нас вроде развито, но в новое мы не готовы вкладывать. Ну, я бы сказал, не в политике даже, даже не в политике, даже в управлении. Это более решение как бы управленческого уровня, которое делают люди, чиновники в министерстве. Фактически почти все научные учреждения у нас идут с 70-х, 80-х, 90-х. Я не основываюсь на каких-то соображениях того времени, что было сильно тогда, что было нужно тогда. Хорошо. А если вот мы сейчас, мы сегодня, мы здесь, вы бы сфокусировались на чём, исходя из приоритетов 2024 года? Вот вы говорите, у вас прошла трансформация. Раньше вам казалось, что надо всем, а теперь всё-таки вы сторонник того, что надо сфокусироваться. Вот если бы вам надо было принимать решение, вы бы на чём предложили Латвии сфокусироваться? Ну, я думаю, что одна вещь, на которой мы очень хорошо можем сфокусироваться, это IT, связанная с ним науки. Ну, потом биология, биомедицина. Здоровье человека — это одна из великих нерешённых проблем человечества. Мы все хотим жить дольше, мы хотим жить здоровьем. И мы не знаем, как этого достигнется. Это одна из великих проблем мира. Осознание, искусственный интеллект. Осознание, осознание. Осознание, осознание. Да, это очень интересный вопрос. Ну, да. Когда-то, кажется, у вас Никита Троянский сказал, что Латвия должна быть сверхдержавой. Самой маленькой сверхдержавой искусственного интеллекта. Именно так. Очень здорово, когда ты можешь сформулировать эту идею. Он как маркетолог её упаковал и вот с ней идёт. Красиво. Красиво. Красиво, да. То, что здесь проблематично, что у нас нет традиций в искусственной интеллекте. У нас плохая стартовая позиция. То есть это очень важно, но мы начинаем с плохой стартовой позиции. У кого-то есть эти традиции? Может быть, там у всех такая нулевая стартовая позиция? Или мы прям опоздали где-то? Мы как-то опоздали. Есть очень много государств, которые консенсируются на искусственном интеллекте, и в фундаментальных исследованиях искусственный интеллект, они впереди нас. Так что я думаю, что это очень важно на вопрос, как мы тут можем найти какую-то такую нишу, которая не состоит из того, чтобы повторять что-то, что другие уже сделали. Вот если бы мы могли прыгнуть в научный, в искусственный интеллект 10 лет назад, это было бы что-то другое. Ну то есть мы уже проспали эту точку входа, чтобы быть этой великой державой, как бы Никита нам не рассказывал. А Эстония? Эстония, ну в научном смысле я тоже не вижу у них много искусственного интеллекта, но они развивают искусственный интеллект на уровне пользователя. В таком научном смысле у них очень сильна криптография, наука шифрования. Там у них действительно есть очень интересные разработки с того времени, когда они первые вели подпись, вели электронный выбор. Вот они сумели вложить деньги не только в программатуру для электронных выборов, но и в наук в этой отрасли. И может быть, электронный выбор не совсем надежный, я против электронных выборов, но у эстонцев это оказалось очень хорошим стартовым пунктом для того, чтобы развить науку шифрования, науку надежных вычислений. Но в любом случае Эстония продала миру, мне кажется, свою идею, что это такое цифровое государство, чуть ли не первое цифровое государство в мире, потому что они очень много. Что делают в цифровой среде? Скайп уже как бы сейчас не в тренде, но тем не менее, когда ты читаешь новости о том, что у нас, помните, когда надо было сделать паспорта и ID, и были безумные очереди, чуть ли не система легла, что потом пришлось немножко подкорректировать законопроект, люди не успевали сделать ID-карты, просто потому что это физически не было возможно. А Эстония наладила выдачу документов, я не знаю, чуть ли не в магазине, как вот ты просто приходишь за покупками и заодно делаешь себе документ. И они во многих таких вещах мыслят, ну, такими цифровыми категориями, и нам кажется отсюда, мы вроде соседи, мы соизмеримы по размеру. Почему вы настолько в будущем живете или мы настолько в прошлом? Ну, они не живут в будущем, мы не живем в прошлом. Они могут себя лучше продать, и они сделали это частью своего сознания. И это хорошо для общества, что есть какая-то современная ценность в его сознании, которая объединяет общество, что вот мы технологическое государство, это то, что нас объединяет. Это у них хорошо. Ну, если говорить о таком, если вот это все снять и говорить о таком фактическом состоянии, ну, они войти в среднем немножко дальше. Нас, но не очень. Но не очень далеко. Но зато как хорошо упаковали. Хорошие маркетологи. Маркетинг, да. Я хочу вернуться к искусственному интеллекту. А что под этим подразумевается? То есть можем ли мы говорить о том, что искусственный интеллект это такая думающая система? Или все-таки это набор неких алгоритмов, которые, как ЧАД-ДПТ, просто сопоставляют миллионы, миллиарды слов, символов, и потом на основе этих делают наиболее такие удачные подборки? Или это сознание уже все-таки в каком смысле? Это не сознание, но это... Искусственный интеллект, он как бы повторяет алгоритмы нашего мозга на упрощенном механическом уровне. То есть он... Он ищет лучшие решения, алгоритмы, которые являются имитацией того, что происходит в нашем мозге. Он не способен любить, он не способен страдать, он не способен испытывать то, что испытывает человек. Или уже способен вот нейросети, или как? Я думаю, что не способен. Вот я в этих алгоритмах не вижу ничего такого, никакой такой компонент, который можно называть любовью. Ну, употребляя английское слово, это очень развитый pattern matching, распознавание шаблонов. Распознавание шаблонов в тексте, распознавание шаблонов в фотографиях. Это распознавание шаблонов. Искусственный интеллект это распознавание шаблонов на уровне, где он распознает миллиарды шаблонов и их комбинирует. А почему столько разговоров и даже были паузы в крупных американских корпорациях, которые занимаются искусственным интеллектом, надо взять паузу, потому что это может привести к каким-то сложностям. Мы должны выработать некие алгоритмы поведения с искусственным интеллектом. То есть, если мы обращаемся к научно-фантастической литературе, есть риск, что все это дело приведет к тому, что машины взбунтуются и решат, что человек лишнее звено в этой цепочке. Я думаю, что в данный момент нет. В общем, когда... У меня тут две такие истории, две такие аналогии, которые я могу рассказать. Первое, когда я смотрю на эти дискуссии, это какой-то своеобразный тест Рошаха, что человек смотрит в пятнах, видит то, что он хочет увидеть. И вот есть разные ученые, которые пришли в искусственный интеллект с очень разными мотивациями. Есть люди, которые пришли, чтобы создать искусственный разум. Я не принадлежу к этой категории. Есть люди, которые пришли, потому что им интересно решать технические проблемы, и они видят здесь лучший образ, лучший способ, как решать технические проблемы. И вот когда люди дискутируют о рисках искусственного интеллекта, я думаю, что они видят то, что они видят, они видят в себя, свою мотивацию. Те, которые хотят создать искусственный разум, они волнуются, что вот тут вот это не сейчас удастся. Люди, которые пришли делать что-то техническое, там, немножко улучшить машинный перевод, окей, ну, мы немножко улучшили машинный перевод, нет никаких признаков, что эта система мыслит, и нет никаких признаков, что она будет мыслить в ближайшие 10 или 20 лет. Мне хотелось бы закончить такой вдохновляющей немножко историей. Есть ли сейчас что-то в научном сообществе Латвии, что проходит незамеченным, это знают только эксперты, какой-то небольшой круг посвященных, что-то, что когда-то, может быть, дойдет до широкой аудитории, но надо к этой отрасли, событию, к этой работе присмотреться, потому что у нее огромный потенциал, ну, скажем так, взорвать, не знаю, взорвать в хорошем смысле, как мы тут говорим, кто вам платит, темы, которые взрывают общество и социальные сети, в хорошем смысле взорвать информационное поле, что где-то тихенько происходит какая-то работа, которая очень значима, и об этом знает небольшой круг людей. Есть ли что-то такое? Ну, я бы подозревал, что в институции органического синтеза что-то происходит в биомедицине информации, и, может быть, они изобретут какие-то очень важные лекарства, но я не знаю, у которой группа там больше всего шансов. Но присмотреться стоит. Присмотреться стоит. Хорошо. Ну что же, спасибо вам большое. Сегодня у нас в гостях был великий математик Латвии Андрис Амбени. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо вам. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова